У нас, к сожалению, нет однопроцентного раствора в России. За границей он, ВОК-1 он у них называется. ВОК-1. А у них ВОК-1. А, ВОК-1. У них ВОК-1 и он однопроцентный. А у нас он 10%. А у них просто живы, готовы. Да, да, да. Будьте здоровы. Применяют у них вот такие прямо банки, они оттуда с шприцами. Я просто видела, как честный лицевой хирург делает синослифтинг. И он, наверное, минут 10 только вообще... Не пазуху. Слизистую до разреза. Ну, там у них очень все. Да, да. Ну, хорошо. В случае сложности, сложных ситуаций вы его... Да. Орешаете и также... Обильно. Да, обильно зву и ковитирую, да, обязательно. Там... Появили все... Какие случаи антибиот? Чем было? Манипуляции, назначательные. Чем решили? Я вообще их стараюсь назначать... Я, значит, назначаю антибиотики после имплантации. Обязательно. Я как-то себя всегда стараюсь. Даже если они... Даже если... Даже если все углу... Я назначаю после костной пластики, антибиотики, после синус-лифтинга. Потому что, да, ну, тут надо прикрываться. У нас в городе 96% лоропатологии у пациентов, поэтому... Да, у нас сыро. Серо. Поэтому у нас все болеют этим. Все соплями вечными, с этими аденоидами. Дети потом с удаленными миндалинами. Потом у них гаймориты начинаются. Они становятся взрослыми, и мы их начинаем оперировать, да. Вот, поэтому... Конечно, мы немножко в другое условие, в других работах, но тем не менее. А антибиотики я назначаю, ну, если уж вот такой прям гной-гной был, ну, я могу подстраховаться, но не все. Я не всегда назначаю антибиотики. В очень-очень таких совсем уж сложных, правда, ситуациях. У нас все-таки антибиотики работают не назначены? Нет, не назначена. Да. Антисептики у местного применения, да, артовые ванночки и нанесения антисептического заживляющего геля на швы. Этого вполне достаточно. Если я увижу, что что-то пойдет не так, у меня все равно пациент через 7 дней придет на осмотр обязательно. Я, значит, добавлю. Но в моей практике было всего два таких случая, когда мне пришлось добавить антибиотик пациенту. Это все. Поэтому если у вас тщательно идет келитаж, да, ну, мы уже говорим о классических методиках на самом деле, то есть они просто выполняются в области имплантатов. И там есть какие-то свои нюансы. Вы делаете, по сути, келитаж дефекта, да, с воспалением. Вы должны что сделать? Все выскоблить, вычистить, убрать все грануляции патологически измененные, деэпитализировать тщательно слизистый надкостичный лоскут, чтобы на нем ничего не осталось. Чтобы он был просто стерильный. Все отмыть, откавитировать, очистить и дальше приступать к каким-то вмешательствам. Либо костно-пластическим и мягко-пластичным, либо просто мягкой тканной пластики и так далее. То есть здесь все будет, конечно, зависеть от того, какой ваш этот дефект на имплантате. Объем его, да. Самые благоприятные дефекты это включенные, конечно же. Это также вот как костные дефекты. У них есть классификация, 4 группы, да. Вот дефекты 4 и 3 группы. Они самые благоприятные, как и для замещения их, и для удобства доктора, да, потому что у них есть стенки. Все удобно, здорово. Они не сквозные, там, как первый, да, например, класс. Вот так и для регенерации, естественно, что сквозной дефект сложнее и хуже восстанавливается, нежели как просто одиночный какой-то включенный незначительный дефект, который при правильном подходе заместится, и с ним будет все в порядке. Ну, вот здесь можно поступать так, как вы сами решите. Если в ходе операции вы видите, что воспаление не такое сильное, и можно как-то с ним, вы уже прокуритажили всю зону переимплантную, и можно, в общем-то, заняться и уже регенеративными какими-то работами с этим пациентом, можно сочетать все в одной операции, ничего в этом ужасного нету, потому что, конечно, чем меньше вмешательства, тем лучше, если вы можете сочетать. Бывают такие ситуации, что настолько острое гнойное просто воспаление и переостальная реакция, когда начинается, и у меня были такие случаи, когда уже идет отек по переходной складке с вовлечением, да, мягкого тканного комплекса, вот как будто это вот то, что в народе флюс называется, да, на самом деле это предстадия остеомиелита, вот, и сейчас вообще запрещен диагноз переостит, мы не говорим о нем больше, да, ну, нету такого теперь диагноза. Как грипп? А в алкоголке? Нет, не переостит. Мы не старываем по новой классификации переостит, не. Устуумиелит? Острое, да, на такие муси. Умилит, осложненный, подокосный. Да, доктору нет, тогда нет. Да, да. Сад. Молодску. Сейчас вообще принципы лечения. Сейчас принципы лечения остеомиелита целая книга, да, по-моему, вышла, вот, учебник, я просто видела его года три назад, принципы, современные принципы ведения пациентов с острым и хроническим остеомиелитом. Так что, да, переостит, это все, это мы уже отстали. Надо еще выгудриться привести до хронического. Знаете, если вас это смущает, есть такая методика, забор полнослойного соединительнотканного трансплантата с бугра, с надкостницей и небольшим фрагментом кортикальной кости. Костя, извините, пожалуйста. Вы тогда этим, в общем-то, вопросом можете закрыть сразу весь комплекс тканей. Так, это еще больше надо этому комплексу. Да. Да, я тоже так считаю, и именно поэтому я этого не делаю. Я вам должна просто рассказать о том, что существует такая методика, когда полный, да, вот этот трансплантат, по сути уже, да, биоимплантат, ауто биоимплантат устанавливается в дефект. Ну, меня вызывает некоторые сомнения, во-первых, толщина этого всего, и какая регенераторная, да, должна быть способность мягких тканей и сосудов в этой области, чтобы произошла регенерация полноценная именно всех вот этих компонентов, да, потому что туда же пересаживается специальный фрагмент костной ткани для того, чтобы происходило то есть замещение надкостницы и заинтересованная ткань, чтобы утолщалась. Ничего не должно быть там, вся эта локсина и... Ничего вообще больше не добавляется, только вот он устанавливается и считается, что этого достаточно. Но опять, сколько лет наблюдений, я не про какие-то даже исследования говорю, наблюдения вот этой методики. Два года, ну, да, это, в общем... Значит, мы сейчас говорим о дефектах в области имплантатов, и в данном случае разбить эту операцию можно, но тогда сначала мы все-таки должны восстановить костный дефект, а потом уже десну, и это логично, и не более... То есть, если мы не добились слизистой хорошей, то мы можем еще в какой-то... Если вы говорите о планировании костно-пластических мероприятий в области адентии, мы зачастую действительно сначала проводим пластику мягких тканей для того, чтобы создать недостающий объем, воссоздать мягких тканей, да, исключить какие-то там натяжения и так далее, тяжи вести, вести булопластику провести, а потом только приступаем, да, к костно-пластическим мероприятиям. Ну, это обратная история, это не про сегодня просто, это про завтра. Я ответила на ваш вопрос, да? В принципе, у меня смущено всегда вот это одномоментное, одновременная... Если она вас смущает, делайте, разбивайте две операции, это же рекомендация не стопроцентная. Если вас смущает, не делайте, делайте так, как вы считаете правильным. Ну, в любом случае, сначала замещается костный дефект, потом десна. Потому что, отталкиваясь от этого, вы уже будете предпринимать какие-то действия, да. все то же самое, что мы сейчас... сэрera.